Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами артисты балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Ирина Сапожникова, Сергей Уманец. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно вас видеть. Ирина Сапожникова и Сергей Уманец. Эти талантливые танцовщики уже несколько сезонов радуют поклонников балета, выступая на Приморской сцене Мариинского театра. Ирина входит в состав труппы с 2013 года, Сергей с 2015. До приезда во Владивосток Ирина Сапожникова жила в Уфе, где окончила хореографическое училище и работала в труппе Башкирского государственного театра оперы и балета. Сергей Уманец родился и вырос в Санкт-Петербурге. После окончания Академии русского балета имени Вагановой, как приглашенный солист, работал в балетных коллективах Санкт-Петербурга, Москвы и Европы. Приморской публике есть много за что сказать большое спасибо балетной труппе, приморской сцены. Вот чем прошедший сезон и его премьера особенно ярко запомнились вам? Насыщенный сезон в прошлом году был. Да уж. Много премьер состоялось. Мы очень много готовились к ним. Ну да, у нас целых четыре одноктных балета было начинало, мы подготовили. КОНЕЦ Я так думаю, что мы достойно показали эти спектакли и до сих пор публику очень любят эти балеты, чего мы очень рады, да, что наша работа, она как-то так вознаграждается. И «Спящая красавица», конечно же, это сложнейший спектакль, сложнейший. Да, в постановке Эльдара. Эльдара Алиева. Она практически такая же, как и идет в Мариинском театре, может быть, с небольшими какими-то изменениями, но балет такой, знаете, на нем можно расти и развиваться. Поэтому очень здорово, что такой спектакль появился в репертуаре нашей труппы. Вот, кстати говоря, Эльдар Алиев, когда он заступил нам, пост руководителя балетной труппы, он говорил, что попытается в репертуаре выстроить все по принципу пирамиды, в основании которой будет классика сердины. Это будет неоклассика, чем является баланчин. И вершина должны быть некие экспериментальные спектакли. Чувствуете ли вы, что они уже на подходе? Раз уж в середине освоено. У нас фундамент еще не полностью установлен. Хочется еще фундамента? Да, хотелось бы Ромео Жилье, то, конечно, бы Байдерку, Байдерку. Но мы все очень ждем, и я уверена, что это появится в скором будущем. Так мы готовы. Да, мы готовы. Ну и очень здорово танцевать баланчина тоже. То есть это большое счастье творческой жизни, ну вообще, что такие спектакли у нас появились. Кстати, баланчина вы ведь возили и в Петербург, да? Да. Насколько я знаю, были более чем благосклонно приняты взыскательные публики Петербурга. У нас был вообще такой период сумасшедший, я бы сказала. То есть мы сначала были в Китае, танцевали один балет, потом один день в Владивостоке у нас была Жизель, потом мы тут же на следующий день улетали в Петербург, там у нас три вообще других балета. Ну, нужна была такая стопроцентная концентрация, знаете, вот так собраться и, ну, показать прям лучший результат. Было здорово. Было очень здорово, мы очень хотим еще, вот, ну, как бы в декабре, вроде бы мы должны поехать, показывать Корсар, как минимум, что еще, пока не знаю, но мы очень ждем. Это очень здорово. Готовы расти дальше. Вообще там такая сцена волшебная, что... Да, зритель просто... И зрители прям... Хотя я зрителя Приморского тоже очень люблю, и прям я знаю, что, ну, уже чувствуешь контакт со зрителем, они все-таки есть уже поклонники, которые постоянно ходят смотреть спектакли. Это чувствуется. Сергей, а вы чувствуете обратную связь со зрителем? Я имею в виду как раз ту категорию постоянных зрителей, о которых говорит Ирина. Да, конечно. У тебя оказались в нашей труппе несколько позже, да, чем Ирина? Два года. Поэтому мне интересно, у вас успело уже сложиться некое, некие отношения с вашей публикой? Я это чувствую, когда выхожу на сцену, и после спектакля тоже ощущаю на себе глаза любви, как говорится. Ну, естественно, я отдаю как бы тоже немало, как мне кажется, по крайней мере. Вот, кстати, наверняка от вас не укрылись те многочисленные отзывы петербургских балетоманов, которые они оставляли на форуме после ваших гастролей. Знаете, когда говорят об артистах там драматических, то постоянно утверждают, что вот им нужна эта эмоциональная подпитка, восхищение и так далее. Вот люди из балета, вы такие трудяги. Для вас имеет значение вот эта вот похвала, которая, то есть она вас стимулирует к дальнейшему развитию в профессии? Или в принципе вы всегда готовы к развитию, и неважно, хвалят вас или ругают? Мне кажется, что критика, она больше подстегивает, да? Ну, я такой человек. Да, так. Я считаю, что вот когда тебя хвалят и говорят, какая ты вот прям красивая и все прекрасно танцуешь, ну, как бы тут такой идет стоп в развитии. Не каждый может расти, да, когда его слышно перекладывают. Да, но всегда надо быть очень таким прям самоедом и самокритичным, чтобы понимать, что, ну, может быть, ты людям нравишься, но на самом деле нет предела совершенства. Я больше люблю, когда мне говорят больше критики, замечаний. Ну, как вот мне нравится, есть такой балетный форум, там очень интересно читать, потому что там балетоманы, которые прямо смотрят все спектакли вообще со всех мировых театров. И когда про нас там начали писать, для меня прям это была вообще такая гордость, потому что там я на одном уровне, ну, то есть там пишут про звезд мировых, и про нас начали писать. И очень интересно читать именно там не с технической точки зрения, как они описывают наши технические какие-то недочеты или, наоборот, плюсы наши, а вот именно то, как мы подходим к партии драматической... Мы могут, да, красиво рассказать. Да, вот, знаете, с точки зрения какого-то вот драматического актера, вот прям мне очень нравится, как они копаются. Я люблю читать, и с чем-то я могу согласиться, с чем-то я не соглашаюсь, но это всегда очень полезно, критика со стороны, ну, вот для меня. Сергей, а для вас похвала? Ну, это нужно, конечно, да. Ну, похвала. Я всегда знаю свои недостатки и то, чего мне не хватает. То время, когда похвала для меня была негативной, как бы я уже прошел. Она дает в ненужное время неправильный настрой на нужный путь, то есть можно сбиться, вот. А сейчас, как бы, ну, я воспринимаю ее положительно, но обдуманно, с дальнейшим развитием для себя, вот. Ставлю себе цели, стараюсь это делать. Я просто почему об этом спросила, мне интересно для вас, как для артистов. Вот вы приехали в Петербург на историческую сцену, станцевали, и вам уже самим стало понятно, справились вы с поставленной задачей или нет? И, в общем-то, то, что понеслось вслед, да, ну, пресса, отзывы, это уже было, скажем так, побочным эффектом. Или же все в комплексе дает ощущение, получилось, удалось. Я до сих пор не знаю, получилось ли. Вот правда, я всегда, ну, более самокритична, нежели я довольна, и все классно. Ну, как бы, мне всегда кажется после каждого спектакля, что ты мог бы сделать что-то лучше. Вот правда. Это, мне кажется, у всех в нашей профессии. Это есть, ну, нет такого, что ты пришел домой, думаешь, как я классно станцевал сегодня, вот все сделал, что хотел. Ну, это у нас такое искусство, да? Да, да, да. Чем больше раз мы будем повторять, я думаю, тем больше и лучше будет для зрителя понятно, что мы можем. Единственное, я вот могу сказать, что принимали нас очень тепло, зрители. И прям вот у меня слезы на глазах наворачивались, когда мы кланялись, да, например. Опять же, может быть, это было не... Может быть, там было много туристов, да, но, может быть, там не было столько балетаманов. Но я знаю, что педагоги из Мариинского театра, из Академии, они смотрели на нас. Ну, и, в принципе, очень приятные слова говорили после спектакля. Педагоги, у которых я учился, пришли даже смотреть. Да, 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 да. Для меня это было очень ценно. Я, можно сказать, даже для них танцевал больше, чем для кого-либо там. Давно я с ними не виделся. Вот. И очень был рад, что они пришли и посмотрели на то, что со мной сейчас происходит вообще. Все были рады. То, что видео увидели, и я неплохо показался, думаю. Мы, смотрим, молодцы. Все молодцы. Все молодцы. Все молодцы, да. Перед нами такие задачи поставлены были, с которыми как бы... Ну, да, это такая сцена. Мы должны были справиться. Это мы поговорили о Петербурге более подробно. А ведь Харбинская сцена, на которой вы тоже представляли ваши спектакли, это прям нечто кардинально другое, начиная с того, что Харбинский театр – это совершенно какое-то космическое сооружение. Да, космическое. Что можно сказать об этом опыте с китайскими гастролями? Валерий Вячеславович Гергиев туда ездил со своими концертами. Ему очень понравился этот театр. Ему захотелось, чтобы мы... Наша труппа там показала, ну, какой-нибудь балет. Вот. И мы туда приехали, станцевали. И я могу сказать то, что, я думаю, эти гастроли удались. Потому что китайскому зрителю очень понравилось. И тем людям, которые нас приглашали тоже, им очень понравилось. Да, ну, чтобы уже закрыть гастрольную тему, в ноябре вы направляетесь в Южную Корею. Вот я к своему, может быть, стыду или к сожалению совершенно ничего не знаю об уровне развития балета в этой стране. Я знаю, что там очень любят классическую музыку, а что касается балета, насколько там зритель искушенный? Я не знаю, сколько в Сеуле балетных трупп, но я знаю две очень хорошие, сильные балетные труппы. И там работают педагоги из Мариинского театра, ну, то есть там какие-то, кто заканчивал академию, да, педагоги. И на конкурсах я очень часто встречала корейских танцовщиков и молодых, и постарше, и уровень очень хороший. Вот Ирина уже затронула тему того, как драматически вам удается проживать свои роли, своих героев на сцене. Вот можно ли говорить о том, что какие-то партии являются наиболее сложными в техническом отношении? Разделяете ли вы это? И какие партии наиболее сложны в драматическом отношении для каждого из вас из того, что вы уже танцуете на сегодняшний день? Ну, мне кажется, что... Ну, для меня Жизель, например, балет, он для меня более сложный в драматическом плане. Наверное, все со мной согласятся, артисты балета, что если сравнивать Лебединое озеро и Жизель, то, конечно же, Лебединое озеро технически сложнее, чем Жизель. У меня есть вот такое, что в каких-то балетах нужно упор сделать именно на то, чтобы прям выстрелить, идеально сделать техническую сторону, да? А где-то, ну, много таких балетов, где вот прям обязательно, очень важно рассказать историю, прожить ее и донести ее до зрителей. Например, «Корсар», там меньше драмы, да, на мой взгляд, наш «Корсар», и там нужно вот прям очень хорошо технически вот танцевать. То есть, ну, в любом случае, даже где много техники, все равно, когда ты выходишь на сцену и играешь... Все равно есть какая-то эмоция. Да, эмоция есть и... И проживать ее тоже нужно. Ну, есть балеты, да, которые вот сложнее в актерском плане, нежели в техническом. Когда вы строите драматические, ищете вот эту вот основу образа, это ваша работа самих с собой или это происходит в том числе в классе вместе с педагогами? В первую очередь, наверное, ты идешь от себя, мне кажется. Потом, когда ты приносишь это в зал, показываешь педагогам, они тебя уже могут причесать, как мы говорим, подкорректировать, но сказать, что... Ну, есть история, которая у тебя в голове происходит. Тебе создают определенный каркас, на котором ты выстраиваешь свою идею, что ли, самого себя, а потом тебе подсказывают и направляют в том направлении, которым нужно. Сергей, ну вот Ирина уже перечислила каких-то из своих героинь. Какую из ваших ролей вы бы назвали для себя наиболее сложной именно в драматическом отношении? С кем вы проживали партию, может быть, сложнее, дольше, интереснее в конечном итоге? Интереснее? Ну, интересные у меня все, для меня, по крайней мере. Просто я стараюсь себя слушать и делать, как чувствую. Да, очень важно идти от себя, от своего понимания, да? Истории, роли. Вот так, интересно. Ну, что интересно? Вот у меня есть... Я очень люблю Жизель танцевать. Мне кажется, все Жизель любят. Да, там можно по-разному себя показать. И с технической точки зрения, и по внутренней насыщенности. Хотя, как бы, вот в том же самом Питере мне сказали, что и Аполлон, и Жизель у меня очень похожи. Правда, не понимаю, чем. Ну, вот они очень, да, любят критиковать, копаться очень глубоко. Но это здорово. Это значит, что ты можешь поискать, да, на какие-то грани другие. Поэтому вот позавчера... Вчера, да? Вчера начал искать. Я вчера начал искать. Был вечер Валентиновских инорных балетов. А, да. Позавчера. Я искал вчера. Да. Прямо на сцене. Вообще, тот ритм, который уже набрал театр, вы считаете, ну, таким оптимальным на данный момент? Ну, это здорово. Мне кажется, очень здорово. У нас очень много балетных спектаклей вот вместе, если брать. 9-10 мы точно даём. И заполняемый зал у нас прекрасный, да? Ну, это побольше, конечно, да? Нет, я бы вот побольше как раз-таки уезжала, возвращалась на какие-то короткие поездки. Прямо мне очень хочется. Потому что это даёт... Побольше разных спектаклей. ...вздохновение, вот, когда ты ездишь, немножко меняешь обстановку. Рост происходит моментальный просто, когда ты выезжаешь. Другие сцены, ты по-другому себя чувствуешь. Другой зал, другой зритель. И ты стараешься, да, показать лучшее, что ты можешь. Это, ну, важно. Расширяешь свой кругозор, получается. Ирине в прошлой нашей встрече уже задавала этот вопрос, насколько театр успел стать домом. И уже тогда, а ведь прошёл уже... Чуть-чуть. Мы тогда встречались, я, может быть, полтора года или два здесь была. Да, что-то около того. Но уже, да, говорили о том, что... Да, я очень долго привыкала, потому что к Владивостоку, очень долго. Но потом вот произошёл момент, когда я так уже прижилась. А Серёжа, не знаю. Сергей, как у вас это происходило? Для меня он же стал родным, и эта сцена тоже, и зритель. Мне даже, кажется, моментально стал родным. Потому что у меня давно не было дома, ну, как говорится, в балетном мире, наверное. Я гастролировал просто очень много. По Европе там, со сборными трупами. Вот. Поэтому для меня это как какое-то пристанище, наверное, для дальнейшего развития. Он мне помогает, я ему помогаю тоже. Хочу ещё одно название затронуть, наверное, для Ирины. Оно особенно знаковое. Это Кармен Суита, которая... Ирина, не страшно ли было подступаться к этому? Ужасно страшно, потому что... Просто потому что... Приехала Диана Вишнёва, да? И после неё, там, через неделю, через 10 дней мы должны были выходить. А я вот, честно говоря, думала, что не сколько из-за Дианы Вишнёвой, а сколько из-за первооснового, что-то сдавалось. Да, конечно. Ну, после «Моя Плесецка» уже много кто за это брался и танцевал, и кто-то делает это очень хорошо, кто-то... Ну, на вкус тебе товарищей нет, да? Но для меня это вообще особое место в моём репертуаре Кармен Суита. КОНЕЦ Это наслаждение, это удовольствие, это сложно, это эмоционально. И вот в течение года я танцевала... Ну, мы с Серёжей танцевали в месяц два спектакля стабильно. Да, было четыре в месяц. И сейчас, слава богу, у нас ввели ещё один состав. Но Серёжа до сих пор бессменный хозе. Но Кармен ввели ещё одну девочку, да? И я рада, ну, вот, что есть какое-то время немножко набрать чего-то... Это нужно безусловно. ...эмоцию, да. Ну, то есть было сложно весь сезон танцевать это и давать, ну, то, что вот нужно. Там очень важно быть наполненной, потому что самых первых аккордов, да, когда открывается занавес и Кармен на сцене, и всё, ты берёшь на 45 минут сцену, и тебе нужно держать зрителя 45 минут. И вообще этот спектакль про женщину. Но для меня Кармен – это даже не балерина, да, не балет какой-то, а это женщина в первую очередь. И вот мы двойниками работали, ну, как бы это сложно. Но мне очень приятно, что вот зрители некоторые, прям, они мне... Ну, очень, опять же, это подстёгивает ещё расти, что прям вот очень приятные комплименты делали, что Кармен Сюиту удалась. Продолжайте радовать наших зрителей. Спасибо вам за ваше искусство. И увидимся, я думаю, ещё. Обязательно. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!